Радио Минск В рамках акции, которая уже прошла в общественном транспорте города, на предприятиях, в организациях разных, сейчас проходят вузах и СУЗах столицы, а спасатели обращают внимание граждан на необходимость соблюдения правил безопасности в своем жилье. Ну и в рамках акции небольшая радиоинтрига. На волне необходимо вам прислать правильный ответ на вопрос, тут схема такая, ответить на вопрос, прислать одно слово с вариантом на номер 9240 и с первым, кто ответит правильно, освежусь, предложу вам еще одно задание с тремя вариантами ответа от Минского городского управления МЧС. В общем, как только догадались, о чем идет речь, тут же пишите, присылайте варианты на короткий номер 9240. Что это за подарки, не скажу, но уверяюсь, что подарки на самом деле отличные, не просто так. Вопрос, забегая немного вперед, хотя будет предыстория о напитке и огнетушителе. А история такая. Преподаватель физики Бакинской гимназии, инженер-технолог Александр Георгиевич Лоран однажды стал очевидцем пожара на нефтепромыслие. Он лично видел беспомощность пожарных. И вскоре начал свои эксперименты. Лоран провел опыт по тушению горящей нефти пеной. Для тушения была приготовлена бочка с ведром одного напитка. Когда нефть разгоралась, бочку стали эту катать, чтобы в ней образовалась пена. И вот эту пену уже вылили на горящую нефть. Горение быстро прекратилось. Опыты по тушению нефтепеной ученый продолжал еще несколько лет. В 1904 году он изобрел ручной пенный огнетушитель «Эврика». Официальное испытание этого огнетушителя состоялось 20 мая 1905 года в Петербурге. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот какой напиток был в ведре? Какой напиток был в ведре? Это не то, что какая-то там экзотика. Напиток известный. Назовите этот напиток. Одно слово на короткий номер 9240. С приславшим первый правильный ответ свяжусь буквально через пару минут. Алло, добрый вечер вам, Андрей. Добрый. Добрый. Вы первым прислали правильный ответ на этот вопрос. Это первое задание, соответственно. А с чем уже можно вас поздравить? То есть на полпути к победе. Вы знали или догадались? Он догадался. То есть несложно. Пиво, оно пенится, имеет такое свойство? Ну да, самая большая пена образуется. Ну, в общем-то, всем спасибо за участие. Были варианты, что это квас. Пунш также вспомнили, но все-таки это пиво. С этим разобрались. Продолжим? Да. Коли уж так у нас сложилось. Это был вопрос от Волны, от Радио Минска. Вас ожидает задание вопрос от Минского горского управления МЧС с тремя вариантами ответа. Слушайте, Андрей, внимательно. На Руси, в царствовании Михаила Федоровича Романова, улеченных в курение, в первый раз наказывали палочными ударами. То есть били палками. А, внимание, вопрос. Какое повторное наказание для курильщиков существовало на Руси? Варианты ответа. Их сажали на кол, им отрезали нос и уши, или им отрезали губы и нос. Понимаю, что жуткие варианты, но все-таки один из них верный. А сажали на кол, отрезали нос и уши, или отрезали губы и нос? Ну, наверное, третий вариант. Наверное, третий. Это у нас губы и нос? Ну да, чтобы неудобно было курить. А уши? Если одно ухо, буду плохо видеть. Если два уха, то буду, вернее, плохо слышать. Если два, то плохо видеть, как в известном анекдоте. Помните? А почему? Потому что кепка будет на глаза сползать. То есть губы и нос. Ваш вариант. А знакомы ли вы с историей? То есть, ну, помните, когда правил этот русский царь? Между прочим, первый царь из династии Романовых. Какие это были века? Ну, примерно, наверное, где-то десятый, может, чуть позже. Ну, вот, может быть, шестнадцатый, семнадцатый? Шестнадцатый, семнадцатый, да. И, между прочим, Андрей, вы из курящих будете или нет? Да, из курящих. Из курящих. А готовы ли вы, если придете за подарками, обменять пачку с тем, что будет внутри, на любую конфету? Конечно. То есть, вам дать вторую возможность ответа на вариант. Поскольку, ну, губы и нос, этот вариант подталкивает к раздумьям определенным. В общем, давайте так, я пытаюсь вам подсказать, еще раз озвучу все версии, а выбор все-таки за вами. Как скажете, так и будет. Их сажали на кол, им отрезали нос и уши, или им отрезали губы и нос, что, в общем-то, можно отметать сразу. Ну, значит, сажали на кол. Ну, что ты будешь делать, а? Увы, Андрей, к сожалению, при Великому, это неправильно, им отрезали нос и уши. Ну, вот и так, и так, но все-таки, думаю, что без обид все должно быть. Ну, конечно, конечно. По правилам, по крайней мере, вы попытались ответить, чем мы со своей стороны попытались вам подсказать. Спасибо за участие. Продолжение следует...